ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на юный возраст, бывалые шахматисты играют уверенно, точно будущие чемпионы. Например, как Иван в шахматах с 5 лет. Такой турнир у него впервые. Мечтал занять второе или третье место. И получилось. Стал третьим из 70 участников. Полюбил шахматы за интеллектуальность. И не только. Во-первых, это удовольствие. Я играю в удовольствие. Мне это нравится. Ну и, может, даже как-то это с математикой, связанной с уроками, лучше получается. Ну, тут же тоже как-то логически рассуждать, думать наперед. В быстрых шахматах наперед можно продумать два, а то и три шага. При том, что партия длится всего 10 минут и плюс 5 секунд на сам ход. Это правило Фиде. Именно по ним играли участники турнира. И хотя кубок детский, здесь все по-взрослому. Даже судья международного класса. По итогам этого турнира юные наши шахматисты могут получить какой-то разряд. В данном турнире дети могут выполнить юношеские разряды. В другом турнире, где дети играют немножко постарше, у них немножко уровень подготовки повыше, они могут также выполнить по итогам этого турнира спортивный разряд. У нас идет обсчет Российской шахматной федерации, у нас идет обсчет Международной шахматной федерации. А это как будто бы кошелек, которым копятся их баллы за каждый турнир. И уже в классификации шахматистов они все появляются. Их совершенно просто найти на сайтах РШФ и Фиде. Игра шла на двух площадках. На одной малыши до 8 лет, на другой ребята постарше, от 9 до 15. В этом турнире уже не первый год участвуют дети из других стран, в том числе из Индии, родоначальницы шахмат. Многие из них уже делают эффектные комбинации, правильные ходы и владеют грамотной тактикой. Когда сейчас дети сидят и играют только в гаджеты, это очень занижает их интеллектуальный уровень. А когда они играют в шахматы, они начинают думать по-другому, они мыслят по-другому, у них отношение меняется к людям, к природе, к окружению, к общению. Ну то есть мы растим других людей. И с этим не поспоришь. Интеллект и неординарность ребят видны невооруженным глазом. Быстрые шахматы развивают логику, стратегическое мышление и психологическую устойчивость. Здесь раздумывать некогда. Не успел по времени, проиграл. У нас в дошкольном отделении, начиная с групп 3-4 лет, уже ведется преподавание шахмат. На игровом уровне, но уже дети знакомятся с различными тактиками, фигурами. Это вид спорта, который позволяет детям думать, делает их думающими людьми и действительно развивает многие-многие способности и моторику, реакцию и логическое мышление. Сам я тоже с детства занимался шахматой. Конечно, не на таком высоком уровне, как здесь сейчас примут участие дети. Премиум-турнир проходит уже в третий раз при поддержке территориального управления. Он продлился весь день, 7 туров подряд. Участники упорно боролись до конца. В итоге 6 первых мест, 5 вторых и 4 третьих. А также море позитива, призов и победных кубков. Глядя на ребят, понимаешь, шахматы красивая и умная игра. Хорошо бы ей поучиться каждому. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Денцова.